62-летняя пенсионерка Балхаша живет в гараже с тремя внуками. Двух школьников удалось устроить в интернат, но пятилетняя внучка все время находится с бабушкой, которая передвигается на костылях. Пристройка под гараж находится в поселке Техснаб. 62-летняя Хания Шакирова уже 9 месяцев живет в гараже вместе с внуками. Это единственное жилье, которое по карману пенсионерки. На нескольких квадратных метрах только самая необходимая – печь и кровать. Пять лет назад пенсионерка сломала бедро, вовремя не получила лечения, в итоге потеряла работоспособность. Получить инвалидность до сих пор не удалось. 12 тысяч тенге ей оформили как соцспособие, 10 из них женщина оплачивает за аренду гаража. Он меня отправил в Караганду. А в Караганде они даже здесь мне направление неправильно написали. Я в шоссе-этажку два раза хотела, чтобы сделать снимок. На пенсию по возрасту мне сказали, если инвалидность, если ты выйдешь на пенсию, то тебе инвалидность не будет платить. Мне вот сейчас на такси 2 тысячи надо, туда-обратно 2 тысячи. Дочь Хании, мать троих детей, сегодня на заработках в Астане. В столицу поехала, чтобы оформить документы. Их нет ни у нее, ни у детей. Я в Астане сейчас работаю на стройке. Мы переехали в 1991 году с Узбекистана. У меня прописки не было. Через 5-6 лет я потеряла свидетельство о рождении. Без свидетельства о рождении они не могли мне дать удостоверение. Мы в Узбекистан запрос высылали, она пришла только через 12 лет. Но даже с этим документом матери троих детей не удалось легализоваться. В Казахстан она переехала еще во времена Советского Союза и не зарегистрировалась. Женщина рассказала, что в столице была на приеме у депутата, который обещал помочь. В миграционной полиции Балхаша об этой проблеме знают, но чем помочь не ведают. Так, ну во-первых, смотрите, еще непонятно, какой гражданкой какой страны она является. Собираем, направляем в бюро по правам человека, для того, чтобы установить ее принадлежность гражданству. Возможно, она является гражданкой республики Узбекистан. В таких случаях гражданин должен обратиться в посольство. Что же делает документы? Если она гражданка Узбекистана, то оформляет паспорты и посольство. Мы тут ничего не можем сделать. Пенсионерка надеется, что дочь все же сможет найти работу в Балхаше и снять жилье. Ведь эту жилплощадь уже совсем скоро придется освободить. А пока же 62-летняя Хания Шакирова продолжает жить в гараже вместе с младшей внучкой. Благо старших удалось устроить в интернат.